Да хабать-то вам, ну что у нас? У нас действуют вообще какие-то законы, а? У нас пишут, а закон не действует. А когда, знаете как, а в бардаке и своровать-то удобнее. А то запугали народ, то это нельзя, то то нельзя. А они обворовывают, им всё можно. Где-нибудь увидят, да действительно в харю ему смачно плюнуть, скоту. Наша власть, наша полиция, прокуратура, она вытирает ноги. Значит, сейчас я попросил вот наших товарищей, которые помогают мне постоянно, вот, приезжают, мы видео снимаем. Значит, уже знаете что? Чаша переполнена. Наверное, многие знают, что я занимаюсь животными. И вот опять очередные случаи в Бобяково. Татьяна Карлова, тоже её многие знают, у неё приют, где-то собак 100. У неё раз отравили собак, ну не то именно у неё, а в Бобяково отравили собак, значит, была заявка на отлов и стерилизацию животных. И по каким адресам сделали заявку волонтёры, по таким адресам были отравлены собаки. Совпадение? Не думаю. Ну это что, совпадение. Раз, второй. И деньги, которые выделяются на животных, они просто отравлены, они мёртвые. Деньги, которые выделены на этих животных, куда они делись? А сколько выделяется на каждую собаку? На каждую собаку выделяется где-то 9 тысяч. Это отлов, стерилизация, содержание? Отлов, да, там содержание. Вот, 9 тысяч в среднем. Может быть сейчас и больше в этом году. А сколько Бобяково отравили животных, например? Ну, собак около 10. Ну там же попадают и домашние. Люди вот на зиму отпускают сцепить собачку, чтобы она побегала, пока нет посева, там, ну, огородов нет. Вот, и собаки, вот, люди жалуются. Из-за чего сейчас к нам участились, вот, знаете, как звонки, люди приезжают, вот, да как же без собаки? А что такое? Да вот отравили. Ну, это не только Бобяково, и Репное, вот, в округе города Воронежо такое происходит. Мы уже молчим, что в деревнях. В деревнях просто убивают, но там безнадзорной нет. Если она появляется, все, это смертник. Редкие случаи, редкие, что мне люди звонят, обращаются. Вот, пожалуйста, возьмите животное. Вот, сейчас недели через две привезут мне мамашку и щенков с разъездственской хавой. Тоже видно, кто-то взял собаку, она, видно, забеременела, стала не нужна, и ее выбросили. Вот, у женщины родила-то собаки, слушайте, вот какие умницы, а. Они понимают, к кому идти, к кому во двор идти, где можно рожать, а. К людям таким, к добреньким. Юрий Иванович, вот сзади вас есть плакат, известный, который был у вас во время задержания, когда вас напротив здания ГОИ МВД задержали сотрудники полиции. В связи с этим хотелось бы спросить, а как сама полиция относится к этой ситуации? Давайте покажем его, этот плакат, он немножко за вашей спиной. Вот, позор нашей полиции за бездействие. Знаете что? Что-то изменилось с тех пор, как вы вышли в пикет? Ничего, у нас, к сожалению, хотя я и горжусь, что я русский. Да, горжусь, мне приятно, что я родился на этой земле, живу. Но мне неприятно то, что у нас, что у нас творится, а. Правоохранительные органы вообще никак не действуют. Но если есть законы, писанные законы, значит надо как-то, знаете как, ну, жить по этим законам. Почему мы обращаемся к правоохранительные органы, не только я, еще волонтеры наши, там, где-то убили, отравили, там, еще что-то, что касается животных. Все дела сейчас даже не отписываются. То отписывается, вот, делу там не дан ход, там, еще что-то там в связи с тем-то, дело закрыть. Все, просто-напросто, знаете как, ответов никаких нет. Все, уже обнаглели. Ты спрашиваешь, зачем нам нужна такая полиция, а? Вроде бы они, знаете как, клялись там, пожились там, на что-то там, это, давали клятву, чтобы служить своему народу, защищать свой народ. Они защищают, знаете, наших чиновников и жульковатых олигархов. Вот и все. Ну, уже скоро мы будем два года отмечать, как Конституцию поправки приняли, в том числе, ответственно, в отношении к животным. Какие ваши прогнозы? Я перед Конституции, перед поправками, вот, в Конституции, я уже говорил, вот, кто меня знает, даже на видео где-то я снимал, что ничего, все это, знаете, как это, как наши сейчас любят говорить, все это фейки. И тем более, вот, Илона Броневицкая, вроде я, знаете, как, с уважением с ней, а она прям все время выступала, в день, раз под 20, наверное. Ты, может быть, и больше, я у телевизора не сижу, вот, все время она, вот, поддержим президента, поддержим президента. Что тут? Ну, и что? И поправки прошли. А их как убивали, так убивают. Наши, вот, из-за чего я вот этот плакат вот заказал, Бородина, Людмила Викторовна. Ну, взялся человек, взялся, ага, там, эту проблему решить в Воронеже. Ну, хорошо, да, это всегда похвалит, когда тяжелые проблемы, такая, знаете, как, она, ну, скажем, нелегко в этой сфере, потому что с животными я уже занимаюсь 28 лет, и, знаете, как, то там, то там, что-то вот, что-то новое для меня, вот, ну, я уже втянулся, я, знаете, как, жизни уже без животных у меня нет, просто, ну, мне приятно этим заниматься. Человек, человек взялась, вроде бы делать, себя показать, ну, и заработать деньжат. Ну, зарабатывать, ладно, тут сейчас всем можно, всем разрешено, но не воровать у животных, не воровать, а. Нашли людей таких, которые, знаете, как, тоже за 30 серебреньков станут, извините за выражение, ну, скажу так, раком, вот, потому что совести и чести нет. А история с приютом, который собирать строить? Ну, история с приютом, это будет очередная усыпалка. Уже всем, кто более-менее нормальные, здравые люди, они понимают. Поставить туда какую-то пешку, как у нас, вот, мэр ставит нужного, губернатора. Всех-всех ставит, тот вот руководитель управы, кто? С честью совести? Нет, не совестные люди. А кому-то из зоозащитников предлагали подключиться к этой работе? Да хватит, ну, кто, а кто у нас? Кто у нас, кто вот действительно душ свою положит, чтобы работали не с 9-ти там до 5-ти, а приходили в 7 и уходили в 9, чтобы субботу, воскресенье они там были. Нет, я, кстати, вы с вами нафиг контактировали там вот насчет приюта? Нет, во-первых, мне здесь дел хватает очень много. Мне тут, знаете, разгребать и разгребать. Там должен человек быть конкретный, чтобы, знаете, как, ну, знал эту проблему заниматься. Ведь нужно людей найти, которые будут работать, их надо научиться, их надо требовать. А так, это что, ну, взять лентяев. Принесли, где-то воду заменили, где-то накормили, а где-то, да ладно, не сдохнет. Ведь и такой бывает. Ну, они собираются на 250 жертв, насколько помню. Да нет, ну, собираться, знаете как, у нас уже давно собираются, я помню, лет 10 лет точно, а то, может быть, и больше, все, надо приют, надо приют. Вот, я не удивлюсь, что и в этом году, вроде, обещали к концу года, но ничего такого не случится, что сейчас или деньги разворуют, или еще что-то. Ну, а ваш, какой вариант разрешения этой проблемы? Вот что бы вы бы сделали? Ну, нужен, конечно, нужны приюты, но приюты нужны частные или общественные, чтобы там руководили люди, знающие это дело, и которые действительно любят животных. На них деньги не заработаешь. Хоть некоторые там и писали, что у меня там деньги за границей на счетах. А я говорю сейчас уже года полтора, иногда, ну, на видео записываю, придите кто-нибудь на мое место, на мое место придите, хотя бы на месяц кто-то, и потом скажете, вот мы на видео запишем, ну как, спросим. Пока никто не хочет идти. В офисе отсидел, сделалось, получилось, не получилось, да черт с ним. Раз, а вот воскресенье дома, а здесь у нас ни выходных, ни проходных нет. И здесь думай, чем накормить и где денег взять. А у нас вот каждый год обещают, вот в Москве, там, то в Госдуме, то еще в правительстве, надо частным приютам помогать. И все только надо, надо, но никакой помощи нет. Хотя мы делаем дело наших городских властей. Приютов нет, а куда везут чиночков? А куда везут собак выброшенных? Люди умирают, люди переезжают, выбрасывают собак. Где они? Или погибают под колесами автомобилей, или их травят. Ну, кому-то повезет, ага, в приют. Хотя некоторые говорят, ой, только там не в Дору, чтобы там, ну, в Доре вообще плохо. Покажите мне, где у нас хорошо. Покажите. Никто не покажет. Потому что вот эти, где у нас вот отловы и содержание животных, там, они находятся, живут в бетонных в ямах. Вот бетон внизу, стены кирпичные. А сколько у вас животных сейчас? Ну, сейчас уже более 1200. Потому что вот за зиму нам много щенков привезли, да и взрослых собак привезли. Конечно, немного забирать стали вот породистых собак. Но все равно некоторые остаются. Это проблема, пока будет вот эта гражданка Бородина Людмила Викторовна руководить вот этой ситуацией животными в Воронеже и области. Никуда мы не сдвинемся. Любыми путями, любыми. Они сидят и думают, как украсть. Даже если заставят их сверху что-то сделать, все равно они будут думать, чтобы как-то, или найти таких людей, чтобы организовать приюты. Организовать, ну, чтобы собаки находились, как вот в московских городских, это, государственных приютах в Москве. Собаки умирают с голоду, от болезней. Выделяются миллионы, десятки миллионов, и там они умирают. А участников, участников, пенсионерки задержат на свою пенсию, пусть где-то что-то некрасиво, но они всю душу выложили и выложат всегда за животных. У них живут. Вместе какие-то сборы объявляют, там, кого-то подлечить. А тут миллионы в никуда. Ну, как в никуда, в карманы свои. Надо детям машины покупать, квартиры. Главное, чести, совести нет. Да что, елки-палки, ну, ладно, немножко украли как-то, ну, ну, не так, ну, не с такими масштабами, а. А сколько сейчас животных вот именно травится? Да много, много. У нас вот видите как, это, знаете, вот в том году отловили, стерилизовали, кастрировали, выпустили. В этом году теперь этих собак отлавливают, ну, они просто исчезают. Люди жалуются, вот люди подкармливают где-то на стройках, где-то там во дворах, на предприятиях. Говорят, кто-то их, ну, куда-то исчезают. Я несколько раз еще вот года два-три обращался к чиновникам. Они говорят, ой, может быть, люди добрые забирают. Я говорю, что, да хватит вам, а. Вы что, в сказки верите? Прям приехали, собаки, видно, испуганы, они не даются нам-то, вот, кто кормит. А это кто-то приехал и забрал. Просто их и травят, и убивают, ну. Ну, а кто сейчас занимается отловом стерилизации? Ну, у нас отловом Вязьмин занимается, Юрий Александрович, и Сауина Наталья. Сейчас по области Гриднев. Уж Гриднев, сколько у него находили и мертвых собак, и черт знает что. Там и он делал собаки, которые были с бирками. Второй раз их отлавливал, бирки вешал новые. И опять, вот, ну, это караул, а. И люди жалуются постоянно, и все это, все сходит с рук. Вот куда полиция смотрит? Вот сказать нашему генералу, вот, да не сказать, а в рожу плюнуть. Рожей я вот был как-то год-два назад. Что зам его, что он сам. Вот такие все вот оплывшие, а. Где-нибудь увидит, да действительно в харю ему смачно плюнуть, скоту. А сколько сейчас идет обращение в полицию? Да и пишут все, везде. Вот мне Карлов сегодня звонит. Юр, вот, за последние месяца два написали, не два, но вот с января месяца, написали пять заявлений. Все. А вот и ныне там. Вот просто, знаете как, наша власть, наша полиция, прокуратура, она вытирает ноги. Все время вот хочется сказать, да чтобы нам не собраться, их кучу, и об них. Наши говняные, вот, то бы вытереть. Я специально похожу здесь, по приюту, и вытер бы с удовольствием. А то запугали народ, то это нельзя, то то нельзя. А они обворовывают, им все можно. А как у вас сейчас ситуация со стерилизацией? Ну, у нас сейчас нет денег, у нас. Вот, мы немножко ее, знаете как, прикрыли. Хотя стерилизовать-то надо, потому что нам везут подростков, собак взрослых. Их же надо стерилизовать. Некоторые говорят, хочешь, амары не стерилизуют. А на какой жише? Я и говорю, вот, придет кто-нибудь, пусть немножко месяц побудет. Вопрос, вот, дали там сто тысяч, сто пятьдесят. Надо крупу, надо мясо, надо там за электричество, за то все. Надо какие-то вольеры подделать, потому что собаки есть собаки. Ломают, рвут, все, крушат. И думай, что делать, с чего начинать. А количество пожертвований у вас в последнее время увеличилось, уменьшилось? Да нет, в связи, конечно, что закрыли инстаграм, сейчас, потом мы в ВКонтакте, группы закрыли, ну, конечно, поубавилось, но ничего. А где у вас вообще сейчас можно почитать о вас? Какой-то информации, а именно о приеме все? Ну, у нас сейчас Телеграм-канал и Яндекс. Яндекс.Дзен. Это единственный ютуб, да, и вот, и моя страница ВКонтакте. Моя страница сейчас, ну, как группа ВКонтакте, мы там просто сборы не ведем, чтобы ее не прикрыли. Илья Иванович, ну, а вот одиночный пикет, с которым вы выходили с этим плакатом, позор полиции за бездействие, вообще, как они мотивировали, когда они вас задерживали с этим плакатом, сами полицейские, когда они вас заводили здание? Что был указ губернатора, указ, что, мол, значит, запрещены в период пандемии запрещены, значит, митинги и пикеты одиночные. Ну, я попросил наших юристов, вот, я человек досужий, чтобы они почитали, нашли этот указ, посмотрели. В этом указе, оказывается, в пикетах ничего не написано. Там написано, что запрещены массовые мероприятия, массовые. И суд вас оправдал? И суд, да, суд оправдал. Ну, а как, если я вышел один, никому не мешал? И я думаю, все-таки Конституция должна перекрывать указ губернатора. Мы что, указами губернаторов живем в стране? Или по Конституции? Вот, вопрос. Ну, к сожалению, суды принимают те решения, которые им спускают сверху, да? Ну, я знаю, да, у нас и судьи тоже не совсем порядочные. Есть такие, кто же честь и совесть уже забыли, что это такое. Ну, вообще, вы смотрите, я же буду сейчас с каким, с оптимизмом? Ну, как, с оптимизмом? Ну, вообще, вы смотрите, как в будущее, каким вы увидите? Сделать, значит, службу спасения животных. Хотя бы одну машину, одну машину. Ну, так, чтобы люди могли обращаться. Где-то животное там, мертвое, раненое, как бы выброшенное. И вот раз там, чтобы там пару там женщин, девушек, чтобы они сидели на телефоне, вот эти заявки принимали. А на машине, значит, водитель один. Ну, первое время будут сам ездить. Я укол умею колоть, взять как собаку там раненую, я знаю. Но потом будем кого-то искать, чтобы тоже люди были, знаете как, не за деньги, а за совесть, за спасение животных. Ну, надо этим, надо это делать. Если нашим властям наплевать, то люди, если у нас многие бьют себя в грудь, как я люблю. А я обращаюсь, я говорю, докажи, что вы любите. Юрий Иванович, ну вот в связи с последними событиями, санкции, уровень жизни меняется. Насколько сейчас тяжелее стало обслуживать приют в плане покупки еды, все подорожало? Ну, я еще раз говорю, сборы, конечно, стали меньше, сборы меньше. Ну, знаете как, ничего, жизнь продолжается. Руки, я уже мне некоторые говорят, ой, да как, да что же, ну давайте ляжем, ручки наложим и будем ждать, когда умрел. Наоборот, надо, я люблю, кстати, люблю трудности, когда, вот знаете как, на пути, на нашем появляются. И, знаете, хорошо, ну не то, что хорошо, а приятно из этих трудностей выходить победителем. Ну, а в плане затрат, на сколько они вообще увеличились на покупку еды и так далее? Ну, подорожало все, крупы подорожали, мясная продукция, стройматериал подорожали. Конечно, ну да, мы в чем-то уже мы отказываем. Даже я иногда людям говорю, у нас сейчас прием животных на платной основе. Хотя некоторых, мы уже многих избаловали, что, ой, люди звонят и говорят, нам дали ваш телефон, сказали, что вы всех забираете. Вот так уже. Я говорю, слушайте, а вы подумайте, вы здравомыслящие люди, на что кормить, где содержать собаку или кошку? Когда говоришь там какую-то сумму, люди, ой, да что ж вы за приют? Они понимают, что есть частный приют, есть государственный. Вот мы сейчас, вот в начале съемки, мы затронули вот этот вопрос, что будет государственный приют. За месяц, а то и раньше, если его они, ну как откроют его, если в новостях профишируют, что открылся приют. Вот, попомните мое слово, за месяц он забьется. Потом будут люди писать, ходить, жаловаться, куда нам животных еще. Они еще не могут взять, значит, начнут искать выход стареньких, ну что-то там, каких-то там, знаете, как будут находить животные агрессивные. Будут просто-напросто усыплять. И вот одних усыпили, других взяли. Опять, одних усыпили, других взяли. Вот так вот и будет, и приют существовать. А когда, знаете как, а в бардаке и своровать-то удобнее. А вот идея насчет того, чтобы чипировать домашних животных, потом наказывать владельцев за то, что их выгнали. Ну это такая вдумие там, насиленность такая. Да хабать-то вам, ну что у нас, у нас действуют вообще какие-то законы, а? У нас пишут, а закон не действует. Чипировать, ну и прочипировать. Их как выбрасывают, так и будут выбрасывать. Все равно найдут любые отмазы. Их начнут просто, хозяев начнут убивать. Начнут чуть больше давать ветеринарам, чтобы усыпили. Здоровый собак, все. Не тысячу-две там, а четыре-пять дадут. И у нас ветеринарам процентов восемьдесят. Такие, что, знаешь как, за деньги все что угодно сделают. Вообще, вот в области есть ли какой-нибудь, ну, пример, когда полиция прореагировала на убийство животных, что привлекло кого-то к ответственности? Не было, не было. Не было, это что-то из грани, из грани фантазии. Бакс, иди, иди гуляй. Иди, иди, иди гуляй. Нет, вот сейчас случай был у нас на Димитрово, сто пятьдесят семь. Потом собаку отравили, и видно, на нее наехала машина в темноте. Вот. Ну, думали, что ей кто-то ударил. Ну, у них, короче, глаза, вот как у нашего обруча, глаза вылезли. Вот. И вот, ой, забыл, как ее зовут, женщина. Следователь с Левобережного района. Молодец, отдать должное. Она все проверила, позвонила. Вот так и так, Юрий Иванович, там, значит, заключение было, что собака отравлена. И видно, она где-то упала. А упала она там в темном месте. Там, видно, свечей не было. Может быть, кто-то специально наехал. Может быть, не специально. Но наехали уже. Она была мертвая. И вот глаза эти вылезли. И все равно вот это вот следователь, что мне понравилось, она говорит, давайте мы будем возбуждать по этому делу. Я говорю, ну, мы собаку не воскресим, а это будет лишняя головная боль. И вам, и мне. Мне ездить некогда. Ну вот, что мне понравилось, отношения. Вот. Вот если увидят сотрудники, руководитель Левобережного отдела, вот, вы не помните фамилию, следовательную? Не помню ее, но такая она, такая, ну, женщина в теле. Ну, может, лет сорок. Ну, отношения, видно отношения у человека, знаете как? То есть в 25 лет, в 30, вот, которые меня возили на суд за это вот, за плакат-то. Как же они хотели, чтобы меня судили. И как у них, когда у них глаза вылезли из орбит, когда меня отпустили, оправдали. Вот. Видно, у них уже указка была, что-то там сделать. Или оштрафовать, или там на сутки. А вас несколько часов-то держали в полиции, когда вас арестовали? Вообще. Ну, записывали, вот, я уже, я уже говорил, четыре человека, часа четыре меня опрашивали. Вот так, ходили, то одна опрашивает, то другой, то вот что-то какие-то бумаги носят. Я им и говорю, вам-то не стыдно, а? Вы полдня занимаетесь мною. Как вот что-то мне там, как бы меня наказать, за что, а? Что ж я такого, вот, грандиозного я совершил? Ну, всех преступников поймали уже, поэтому можно заняться и вами теперь. Ну, уже такой вопрос. А вот отношение людей меняется вообще к бездонным животным? Вот, видите, в обществе какое-то изменение. Да, отношение в обществе, в обществе, ну, на букву «Б», на букву «Б» отношение. Потому что молодежь есть, ну, оно и было такое отношение, но сейчас, к сожалению, все больше и больше. Выбрасывают своих собак, своих, врут, выдумывают что угодно. Мне все-таки 60 лет. Я слушаю, я молчу, но я уже вижу, что они обманывают. Вот, ну, просто мне животинку жалко. Вот это вот, вот, у нас сейчас живет второй месяц. Его сюда, сюда к приюту привезли и привязали к дереву. Он этот поводок перегрыз и двое суток жил вот в нашем районе, под балконом. Хорошо, люди увидели, позвонили мне. Сейчас вот мы вот в бытовочке его держим. Он был, вот сейчас обрастает, а был совершенно лысый. Совершенно. Вот завели, развелись, и ни мужа, ни жене стал не нужен. Вот так. И это сплошь и рядом все такое. То есть отношение хуже? А? Хуже. Ну, по чуть-чуть, да. Видите, как обстановка меняется. Стало, вроде наши, наши власти и кремлевское руководство говорят, что все, все у них под контролем. А цены-то растут. Людям-то тяжело содержать. Ну, а некоторые не то, что тяжело содержать. Может быть, кто-то там в ресторан бы не сходил или куда-то не съездил бы, а собаку накормить. Просто еще хамское отношение, себя любят, самолюбивые. Ну, знаете как, на это я всегда говорю. Там, там. Он со всех спросит. Там ни адвокатов не будет, ни Бородиной, там ни дядя не заступится, никто. Спросят и все, все вспомнят. Там записывается все до секундочки.